успешного и знаете только вы сможете побороть свою лень еще хороший совет вам дам еще хороший совет вам дам ищите мотивацию во всем мне лично что помогает я элементарно могу зайти на youtube и включить биографии каких-то успешных великих людей смотреть их их истории меня реально вдохновляет потому что у каждого второго из них была тяжелая жизненная ситуация не были не из богатых семей и только трудолюбие только вера в себя вера в собственные силы и вера свою мечту которая по итогу стала целью помогла им и у них все получилось сильно питали сделали каждое утро пробежку и выполняли какие-то простейшие упражнения вот поэтому знаете честно скажу немножко немножко сбиваюсь потому что читаю ваши глупые сообщения людей абсолютно необразованных которые матерятся здесь прямом эфире которые продолжают говорить что это скучно ладно я постараюсь на это внимание не обращать вот просто с такими людьми все понятно люди живущие без цели я уверен что люди которые пишут мне что это скучно и что это неинтересно смотреть работают на работе за 15 тысяч с утра до ночи просто впахивают там вкалывают света белого не видят и знаете с копейки на копейку перебиваются силы воли у самих не хватает я уверен что такие люди которые здесь вставляют свои три копейки в жизни несчастливы и свою злость они просто пытаются выместить хоть где-то вот из них прям это желать знаете льется и они вот эти свои три копейки вставляют постоянно не обращая на нас внимание дает но я просто хочу дать комментарий но не переживайте я на вас внимание спина таких как вы обращал внимание то наверное бы этим не занимался и вообще бы меня в инстаграме не было в соцсетях потому что иногда столько критики моментами льется от вот таких как вы что если бы я обращал внимание то давно бы уже закончил вам удачи пожелаю продолжайте работать на нелюбимой работе продолжайте жить какими-то мечтами хотя если у вас мне кажется у вас таким настроем даже мечты у вас нет кстати самое забавное что многие люди многие люди живут эту жизнь и не имеют никакой мечты абсолютно абсолютно никакой мечты и это вообще это просто предел это крах я считаю что вот это просто но это последняя ступень и люди у которых не то что цели нет они даже не мечтают но это вообще уже ты просто ниже плинтуса и вот мне кажется с такими людьми уже все ясно так ладно немного отвлекся ребята мне извините давай задавать свои вопросы сейчас постараюсь на них ответить и не суди других ты не знаешь какие другие я не знаю какие другие но с вероятностью 90 процентов про людей которые пишут здесь всякую грязь я попал именно в точку и можете хоть что мне здесь говорить я зайду сейчас выборочно на аккаунт каждого из них и кроме грязных замыленных фотографий в какой-то однушке ничего не увижу поэтому давайте мы сейчас не будем здесь спорить устраивать демагогию я знаю о чем я говорю я с тобой согласен мечта цель должно быть и нужно действовать и не сидеть и ждать что подлежать камню да не течет да именно так и это правда на и пусть это элементарные вещи но это так и есть и знаете кого-то этот страх настолько сковывает что он просто ну не может не взять себя в руки он не может начать делать элементарные вещи люди элементарно люди элементарно просыпаться по утрам не могут им в кайф поспать лишние 45 часов и хотя они могли бы потратить это время на какие-то полезные вещи на саморазвитие и так далее нам хватает в среднем сна если это нормальный сон 67 часов некоторые мне кажется там с 5 часов по десять и вот эти три-четыре часа просто выкидывают в урну так ну ладно ребят давайте мы этот негатив закончим ребят который мне нравится все больше вас и комментировать не собираюсь просто можете выходить из этого эфира можете от меня отписываться в принципе нахождение таких людей на моей страничке менее интересно почему магазин парфюма ничего они спортивного питания все просто потому что моя основная аудитория это девушки и категория от 18 до 40 вроде и я подумал чем я могу быть им полезным чтобы я создал свой собственный бизнес и в то же время люди которые находятся у меня на странице но этом это им было полезно это пользовалось у них спросом и спортивное питание не получила бы такого спроса и такого охвата на моей странице вот поэтому это стал магазин парфюмерии при плюс у меня в омске есть друг который напрямую работает с поставщиками и это еще вдвойне упростило мне задачу ребят я реагирую на ваши сообщения просто когда я начинаю что-то рассказывать и вы постоянно пишите я же не буду прерываться на полусловие и отвечать на другие сообщения давайте еще какие вопросы что такое пуши я не знаю вроде я высыпаюсь вроде все нормально может быть просто устал уже к вечеру потому что в 10 уже ложусь спать минуту пару часов осталось с вами поболтаю все поздоровел вроде но на самом деле не поздоровел так неплохо подслил подсушился вот по поводу своего распорядка дня сколько раз там я тренируюсь и все остальное в принципе тоже могу рассказать кому будет интересно нет синяков никаких нет все со мной нормально ни с кем не дрался вот сейчас концентрирован на ваших вопросах поэтому можете задавать с чего начать чтобы стать успешным но на самом деле это такой масштабный вопрос и наверно знаете чего наверно для начала вы должны определить цель потому что если вы будете пытаться что-то сделать как-то в каком-то направлении продвинуться но у вас не будет четкой поставлены определенные цели это будет невозможно как вы хотите достичь успеха в чем-либо если у вас нет четко сформулированной цели поэтому изначально эта цель потом работа над целью так ребят прямой эфир работает или нет нет просто вот давайте еще на парочку вопросов ваших отвечу все спасибо спасибо вижу работает все вижу что работает спасибо вопросы про дом 2 можете мне тоже больше не задавать туда не вернусь давайте периодически буду это повторять чтобы рано или поздно у вас то в голове отложилось вопросы про дом 2 промо и бывшие отношения и не обсуждаю не затрагивая вообще поэтому можете даже не пытаться нравится жить красногорске на самом деле безумно нравится жить в красногорске и переезд сюда стал может быть не основным понятно но одним из факторов моей мотивации того что захотел развиваться моего внутреннего состояния я поменял знаете место жительства и она реально повлияло уютная квартира уютный район мне все здесь нравится я здесь полон силой здесь легко просыпаюсь ну в общем как будто меня это место приняло и у меня с ним нет никаких проблем абсолютно что делаешь лежу дома отдыха с вами общая связи день ездил по делам через два часа отбой завтра в 4 30 подъем и по новой что больше всего оценишь в людях верность искренность и числа юмора времени у меня 720 улыбнись пожалуйста улыбнулся почему не в москве на самом деле смешно но я сам не знаю красногорск это вроде в москве или в новой москве как я не знаю метро здесь есть и но это недалеко совсем это синяя ветка микинина что ты ценишь в девушках да то же самое что и в целом в людях это верность девушка должна уважать своего мужчину в то же время она должна знать себе цену и не прогибаться и не стелиться абсолютно во всем конечно это женская харизма совмещенная с чувством юмора девушка должна хорошо опрятно выглядеть должна быть ухоженная ну и наверное вот они основные моменты меня зовут артем говори шифром спасибо за мотивацию советы не успеваю читать кому не интересно как сказал рома можете не смотреть да спасибо за поддержку все именно так я и сказал улыбка шикардос спасибо даже у меня это помяты виду господи так 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 ты еще такой молоденький сохранить свои убеждения на всю жизнь да я с вами полностью согласен что мало просто начать меняться мало начать развиваться важно сохранить этот настрой и это одна из проблем людей которые начинают тренироваться начинают начинают свой бизнес начинают какое-то свое саморазвитие пропадает мотивация пропадают силы пропадают желания они все забрасывают и надолго как правило людей не хватает поэтому такой маленький процент реально успешных людей которые в жизни многого добились и честно не знаю где они берут эту силу и вся информация по крайней мере которая будет через меня проходить и все что полезного я буду для себя узнавать я буду с вами этой информации делиться может быть в частности и про мотивацию и где успешные люди ее берут и где ее беру я какая у меня диета на самом деле у меня диета элементарнейшая просто элементарнейшая знаете у меня такой принцип что я не готовлюсь к соревнованиям я нигде не выступаю поэтому я не собираюсь себя и просто истязать как-то уничтожать диетой поэтому в чем заключается моя диета то что я писал в посте я вам продублирую я пью в основном только воду иногда с утра я пью кофе или чай также редко когда выпадают возможность могу попить свежевыжатые соки что я кушаю во первых если я нахожусь дома то я все готовлю на воде без масла то есть это омлет на воде это куриная грудка на воде запекать мне лень поэтому я просто наливаю немножко воды на сковородке на сковородку и собственно тушу мясо либо готовлю так омлет масло я не использую жиры я получаю либо из рыбы либо из орехов вот жиров намного не на жире нужны на жиров намного не надо поэтому мне хватает ем любое мясо кроме свинины в основном конечно это курица потому что ее проще приготовить ем почти любые крупы это перловка овсянка гречка рис любые овощи любые фрукты хотя многие говорят что в фруктах сахар и так далее я ем любые фрукты абсолютно и как видите это со мной работает и кстати с каждым днем форма у меня становится все лучше и лучше поэтому через месяц мне кажется через два будут новые результаты и вы убедитесь в том что моя диета работает хлеб по поводу хлеба хороший вопрос хлебом лучше не шутить и вообще мучное лучше не есть но мои друзья спортсмены сказали мне что без дрожжевой без дрожжевой хлеб его понемножку есть можно буквально там кусочек 2 в день маленькие они вот поэтому иногда без дрожжевой хлеб я себе позволяю купи мультиварку очень удобно дать знаете как-то приноровился так со сковородкой все быстро готовлю очень и меня в принципе устраивает ты почему похудел на потому что перестал есть всякую гадость потому что стал бегать по утрам плюс я в день прохожу где-то 20 тысяч шагов там если шаг полметра то где-то 10 километров в день помимо бега поэтому вот собственно и похудел но мне нравится и прекрасно себя чувствую знаете плюс диеты не только в том что ты нормально выглядишь хорошо в том что ты себя отлично чувствуешь ты постоянно чувствуешь легкость ты легко засыпаешь легко просыпаешься в течение дня у тебя нет никаких проблем и это реально так и если у вас хватит силы воли и желание попробовать рано просыпаться делать каждый день пробежки начать нормально питаться то буквально через две-три недели месяц вы почувствуете изменения в своем организме и одним кстати из главных факторов для меня помимо помимо там истории успешных людей так далее мотивации моих тренировках является результат то есть когда я вижу результат я вижу то ради чего я все это делаю то конечно же мне хочется делать это дальше когда там вижу шесть кубиков пресса на животе понятно проходя мимо мимо макдональдс либо бургер кинга я вспоминаю свои кубики и желание идти кушать фастфуд у меня сразу же пропадает ребята отвечаю отвечаю просто ведь я пока рассказываю немножко расфокусировку происходит и не замечаю ваши вопросы рост 188 чем вредна выпечка вообще в принципе там если углубляться во всякие диеты если у тебя небольшой колораж то в принципе и такие там достаточно вредные продукты можно себе позволять но выпечка это быстро углеводы быстро углеводы почти все у вас уходы же особенно если вы много не тренируетесь поэтому я свою диету сделал максимально просто я просто убрал всю гадость оттуда чипсы газировки булочки сладкая к все это я просто все это убрал меня к этому не тянет у меня в принципе с диеты никогда проблем не было я просто все облегчил настолько ну что чтобы эта диета подошла абсолютно каждому и и меня это сейчас абсолютно не парит и привык к этой диете вот и что-то там высчитывать колораж там что-то взвешивать там можно мне это нельзя я просто убрал всякую гадость вот и все будь счастлив и здоров любим спасибо вам большое ребят вас тут осталось немного в общем одну просьбу одна просьба к вам пожалуйста люди которым это интересно которые реально какую-то информацию хотят от меня подчеркнуть давайте мне обратную связь в комментариях не стесняйтесь пишите в комментариях свое мнение под каждым постом сохраняйте себе посты отправляйте друзьям пишите мне в директ я вам обещаю что я буду в ответ вам отдавать обратную связь буду вместе с вами учиться вместе с вами развиваться буду вам отвечать на вопросы не только в общей своей ленте но и в директе поэтому чем больше от вас обратной связи тем больше моя мотивация и кстати вы говорите про мотивацию одним из факторов моей мотивации будете являться вы и чем больше вы мне будете задавать вопросы чем больше людей я буду видеть от которых приходят сообщения рома ты смотивировал меня прошел на пробежку я стала правильно питаться и так далее тем больше буду хотеть это делать и тем больше прогресс у нас вместе получится балабол я не могу ну не можешь выйди отсюда зачем-то время на меня тратишь вот опираясь на негативные комментарии людей дам вам один из советов старайтесь каждую секунду свою жизнь и использовать с пользой и вот вам элементарный пример когда человек заходит мой прямой эфир смотрит мой прямой эфир ему не нравится по его мнению он ничего полезного отсюда не черпать но он продолжает его смотреть и писать гневные комментарии тратить свое драгоценное время время это самая дорогая валюта потому что время мы никогда не вернем время у нас постоянно уходит его становится все меньше меньше и меньше и ну включите тогда голову люди если вам не нравится здесь выходите идите развиваться идите заниматься чем-то полезным не смотрите на меня я вам даю совет вы меня ругайте я вам совет все равно даю рома ты молодец спасибо большое очень приятно бегать по утрам лучше или вечером знаете все равно есть у каждого особенности организма но я для себя понял одно мне лучше бегать с утра на голодный желудок полчаса полчаса 35-40 минут для меня это оптимально и для меня это действует лучше на меня это действует лучше всего и именно в этот период я по максимуму сжигаю жир когда мой организм истощен утром я просыпаюсь на истощение иду бегать и собственно организму надо-то откуда брать и откуда-то надо брать энергию и он берет ее из моих жиров и на мне это реально работает ну а вообще если я чувствую что я мало двигался мало ходил там уж на какие-то дела по работе были я бегу и на вечернюю пробежку и у меня получается две пробежки в день у тебя много свободного времени ну смотря с какой стороны на это все взглянуть да моя работа не принуждает меня постоянно там где-то быть у меня нет определенного графика но в то же время я постоянно занят делами и поверьте мне каждое утро просыпаясь я составляю список дел вот сегодня их было если я не ошибаюсь 19 еще один вам совет каждое утро составляйте список дел на день поверьте мне я раньше думал это полная фигня но это реально помогает и ты реально начинаешь все успевать ты перестаешь забывать важные моменты и все это делается намного проще кури куришь нет не курю я не курю я не пью по крайней мере конечно когда-то я все это пробовал и дел но вот последнее время не курю не пью я не курю кальян в общем по максимуму сделал все чтобы моему организму было приятно и чтобы он чувствовал себя хорошо одесса привет за список спасибо пожалуйста рост рост 188 ты так хорошо воспитан уважение твоим родителям спасибо большое у меня родители просто великие люди я их обожаю если бы не они ничего бы путного из меня не получилось какие фрукты любишь зеленые яблоки чаще всего я ем вот дагестан привет любой братьям ого-го-го-го мои братья это вообще отдельная тема я с 13 по моему лет уехал в интернат жить и как-то с детства у меня во мне такая воспиталась привычка я ни по кому не скучал никогда я не скучал по друзьям я не скучал по родителям и я как-то привык что вот я улежа на полгода я знаю что я домой не приеду я друзей не увижу и я как-то с этой мыслью за 4 или за 5 лет в интернате свыкся вот но мои братья это исключение и с возрастом чем старше я становлюсь тем больше я по ним скучаю и мои братья это основная причина по которой я чаще стал появляться в Омске и планирую как только я все налажу появляться там еще гораздо чаще чтобы чаще их видеть и заниматься их воспитанием и попытаться поделиться с ними тем опытом который у меня уже есть интернат спортивный занимался футболом интернат чертанова жил там 5 лет каком возрасту планируешь детей ну знаете с возрастом я понял что планировать как-то планировать семью планировать любовь планировать ну детей можно планировать я согласен с вами наверное все таки любовь планировать нельзя и семью вот а детей два фактора должно быть рядом со мной должна быть любимая девушка и я должен крепко стоять на ногах если два этих фактора у меня срастаются то то тогда пришло время для детей вообще детей я очень люблю опять таки опираясь на опыт со своими братьями вот поэтому хочу кстати трех сыновей себе в нашей семье три сына я старший брат у меня два младших и я себе хочу также три сына интернат спортивный футбольный потому что я не знаю разбираетесь вы не разбираетесь в спорте существует такая практика что талантливых детей со всей России забирают в интернаты которые ну которые уровнем выше так скажем и почти все топовые интернаты находятся в Москве и вот в один из таких интернатов меня забрали из Омска в общем друзья честно вам скажу очень устал скоро буду ложиться спать поэтому всем хорошего вечера следите за моей страничкой давайте обратную связь мне это безумно приятно и я надеюсь что мы вместе с вами будем развиваться и вместе с вами придем к успеху и и и и и и